Тарифы растут строго по схеме. Она была утверждена правительством России на ближайшие три года. Жилищно-коммунальные услуги на квадратный метр жилья в месяц обойдутся россиянам в 2015 году в среднем в 122 рубля. Через год это значение по стране вырастет до 131 рубля, а в 2017 до 138 рублей 30 копеек. С июля 2015 мы будем больше платить практически по всем пунктам. Расценки утверждены региональным управлением по регулированию тарифов и энергосбережения. Так, за один кубометр холодной воды придется заплатить 15 рублей 64 копейки, вместо прежних 13 рублей 62 копеек. Куб горячей воды подорожал на 8 рублей 69 копеек. Водоотведение стало дороже на рубль 58 копеек за кубометр стоков. Киловатт-час электроэнергии стал стоить 2,92, вместо прежних 2 рублей 70 копеек. Кубометр газа стал дороже на 35 копеек. Больше всего подорожало тепло. За одну потребленную гигакалорию придется заплатить почти на 119 рублей больше, чем прошедшей зимой. Однако при этом за обогрев квартир мы будем платить лишь в холодное время года. В летних счетах в графе отопления стоят прочерки. Мы перешли на новую систему платы за отопление. Первый раз жители всего города у нас в своих квитанциях увидели, что у них плата за отопление равняется нулю. Итого в сумме все коммунальные услуги подорожали без малого на 11%. Холодная вода это 14,8, горячая вода это 10,6, стоки 14,9, электроэнергия 8,1, газ 7,3 и отопление 9,8. Вот на такие у нас проценты выросла плата за коммунальные услуги. Подорожают с июля 2015 и жилищные услуги. Содержание текущий ремонт жилья, вывоз отходов, ремонт лифтового оборудования. Насколько определяют сами жильцы. Решение об оплате таких услуг принимает общее собрание собственников. Что касается жилищных услуг, то у нас сейчас проходит собрание собственников. И на этих собраниях собственников жители утверждают на сплату за жилищные услуги. Жилищные услуги это все прочие, которые я не называл выше. Это содержание жилья, техобслуживание, лифты. То есть у нас там идет увеличение платы на 6%. То есть вот именно такой рост мы сложили на жилищные услуги. Итого у нас рост сплаты в совокупности должен составить 10,3% по всей жировке. Следующая индексация тарифов ЖКХ ожидает россиян в 2016 году. И не стоит забывать о субсидиях и льготах. Право на них имеют граждане, чья оплата за квартиру больше 22% совокупного дохода семьи. А также целый ряд иных льготных категорий россиян. Станислав Корякин, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».